Вопрос и простой, и простой. В Евангелии сказаны слова такие, «Не вы меня избрали, я вас избрал». И это относится к каждому из нас. Есть никакой моей заслуги, что я христианин, верующий, я просто так воспитываю. Я другого в семье не вижу, в жизни. Когда мне было впервые, там, 2-3 года, у меня уже водитель в церковь, я помню, это прекрасно. И отец священник, и дедушка там, и все. Я другого не вижу. Другой человек, который никогда не был в церкви, не знает, что такое евангелия, не знает, что такое церковную службу, не виден той красоты и не может понять даже. Иногда, приходя в храм сегодня, красиво украшенный, которым я вот сегодня служу, это Государственная Третьяковская галерея. Красивейший храм. Там самые великие святения России. Очень многострадальный храм. Он много лет был в запустении, много было труда его восстановить. Постановили. Красивый коностас за чём? Что я слышу и от людей, которые приходят? Или они пишут, ну вот поп наваровал директа, лучше бы отдал бедным, чем золотить коностасы. Это пишут. Вот, скажем, в откликах. Значит, людей не поражает. Понимаете, всё. А наоборот, какое-то возмущение. Что сегодня может привести человека? Как священник, я скажу, вот есть некоторые составляющие. Прежде всего, своя жизнь личная. Здоровье и страх смерти. Все боятся о том, ну, деньги у кого-то сейчас, больших денег почти нету людей, ну, что деньги? Сегодня и завтра нет. Если есть какие-то наличия, слава Богу, отложены какие-то, может, столь. Но когда человек заболевает вдруг, он видит, что перед ним развязается яма, что дальше, чтобы он не было. Хоть у него будет там миллионы, какие угодно, лежать, какие угодно яхты, теплоходы, ничего ему не надо. Только чтобы здоровье было. И вот тогда вдруг он вспоминает о Боге. В общем, о том, что есть вечная жизнь. Что есть что-то, что помимо всего должно его поддержать. И вот это основное, что сегодня приходит человеку в церковь. Это свое личное отношение к себе самому, в общем, свой горизонт. Люблю я тебя, и себя люблю больше, чем кого-либо. Желание иногда приходит в церковь такое желание показать, что я хочу выделиться из того общества, в котором я сегодня живу. Я не такой, как другие люди. Есть какие-то у меня другие устремления, желания. Это хорошее желание, но иногда это тоже эгоистичное и основано на таком, как скорисействе, я бы сказал так. Что еще может массу людей привести? Мне кажется, пример, добрый пример простых, тех, кто знают люди христиан. Сейчас многих отталкивает от церкви, то, что людей иногда загоняют насильно. Вот надо пойти на крестный ход, только все на крестный ход. Такие случаи даже были в государственных заведениях, не церковных абсолютно, потому что нужно так было сделать. Вот не должно быть никакого насилия в отношении религиозной жизни. Человек сам может выбрать и должен выбрать себе то, что он считает себя важным и нужным. Если он не выбран, он отвечает перед Богом сам для себя. Когда мы с вами, я и вы, и любой из нас, мои дорогие, перейдет черту в свою жизнь, мы предстанем перед судом. Я в это верю. И меня не спросят кто-то, в какой храм ты ходил? В костер ли? Или в центральный собор? Или в кирху? Или молился в мечети? Нет, вопроса не будет. Вопрос будет в том, что, как ты вел свою жизнь? Что ты сделал добрым? Как ты относился к ближнему? И, если ты сделал добро, истущий, и сердца, то ты не будешь осужден. А с нас с вами, кто уже познал Евангелия, открыл его для себя, про чем строки вечной жизни, будет спрашиваться по Евангелию. Ты читал это? Читал. Как ты ведешь себя? Поэтому сегодня вопрос обращения к Богу стоит прежде всего в том, чтобы люди больше знали и читали, и не на всех языках еще переведено Священное Писание. И сказано, пока до конца мир будет стоять, пока каждый народ не будет иметь Священное Писание на своем родном языке. сегодня еще осталось, по-моему, около полторы тысячи языков и наличия, на которые Священное Писание не переведено. Так вот, еще запас времени есть маленький, маленький, но есть. Спасибо.